заходишь как это большие годах на получи не смотреть вам не смотреть пропаганду и заканчивай, че пасешь, че пасешь доброго времени суток друзья я рад вас приветствовать сегодня ребят мы наконец таки подобрались к стрельбе из нашего оружия из нашей винтовки будут вылетать пули а мы еще сделаем дробовик а из него будет вылетать не одна пуля а много сколько хотите столько и будет вылетать вот и я не просто так показал эту папку да я добавил обрез ну наверняка вы сталкивались с такой проблемой что вы добавляете обрез или что-то еще что-то металлическое а она у вас выглядит вот так как будто его не знаю залакировали сверху толстым слоем лака как скрипку страдивали чтобы она играла лучше но или там вы текстурите в substance painter делаете какой-нибудь нож металлический опять же что-то связанное с глянцевостью вот где есть текстура roughness там металлик и она у вас выглядит ну вообще не то я когда-то давно проводил исследование и решил эту проблему и благополучно о ней в тот же день и забыл хорошо мне напомнили в комментариях там в группе у меня там кстати я выкладываю всякие там типа что-то сделал и по проекту ну такие короткие видео сюда я думаю смысла нет их выкладывать хотя прошлое видео зашло так что наверное сюда я тоже буду выкладывать в общем выкладить почему так происходит потому что у нас roughness имеет вообще то есть надо ему отключить srgb я к сожалению что написано это должно быть выключено если вы используете альфа каналы и индивидуальные маски просто сделайте вот так и все видимо у него до у меняется видите немножко цветность и благодаря этому ломается ваш новосозданный материал в чем дело здесь ставим линейный свет потому что это больше не цвет это уже линейный свет я к сожалению вот это не могу вам объяснить что я здесь что произошло я не изучала этого но я просто закинул дробовик я такой надо показать чтобы они в следующем в последующем облегчит им жизнь вот так оно должно выглядеть вот давайте пролетим схвозь вот это вот вот это обязательно мы проходим сквозь и выходим другими людьми с другим уровнем настройки материалов все мы переродились вышли из ствола блин как это символично все давайте уже приступим к этому тому чего надо приступать первонаперво мне необходимо вам показать для того чтобы в принципе знали если кто-то из вас не знает как делать путь пули мы не будем пользоваться first person projectile которым я говорил в предыдущих видео мы сделаем свой и в общем то благодаря этому мы поймем как в принципе делать пули я создал blueprint класс actor ну и вы можете написать что угодно я напишу пуля болот она будет ну для всех одинаковая она будет для дробовика такая и для винтовки такая просто для дробовика мы будем использовать их множество заходим внутрь выбираю дефолт сцен сразу рут и на него доска на него мне необходимо будет приаттачить static mesh ну пули же они не этот они же не скелет не скелетные правильно вот делаем вот так static mesh я пишу здесь потом неважно на самом деле просто если вы педант пожалуйста или в дальнейшем будете использовать как-то ваши projectile то ну лучше добавить вот сейчас я сделаю общий класс в дальнейшем мы возможно сделаем из этого child класса где вот у этого будет дробь у этого будут такие пули у этого будет такие пули но сейчас я хочу на базе вот этого вот этого вот всего показать вам как это все работает ну на начальном этапе добавляем еще один компонент который так и называется projectile movement движение projectile и вот он то то есть подождите а мы же не добавили своим projectile я тут выбираю cube потому что если я выберу сферу то она видите как-то возвышается и от нас центр то есть она будет лететь к выше поэтому я как-то знаете вот я как-то по-армейски все должно быть квадратное и белое зеленое два цвета снег должен быть белым и квадратным вот в принципе это уже патрон но он не настроенный переходим в projectile movement это вот вот эта штука задает движение нашего projectile здесь у нас есть initial speed то есть если мы ставим здесь давайте поставим малое чтобы было видно 500 вот если сейчас нажму simulate видите да у все он уже летит по аналогии с нашим персонажем помните да мы на третью кнопку включали спавн то есть он просто спавнился а потом мы его отачили тут тоже мы его просто спавню где мы хотим а он уже летит по той траектории по которой нам необходимо вот проверить это можно так мы просто берем пулю просто и тут устанавливаем я включаю режим симуляции и она видите полетела кстати она может сейчас вести себя неадекватно из-за того что мы не включили физон ей так и еще необходимо вот так сделать то есть дефолт сцена root исчезает остается projectile ну-ка да остается projectile то есть я сделал вот это движение projectile основной и привязал к нему потом мы можем в общем то получить доступ именно к этому projectile и изменять внутри его характеристики давайте сделаю там 2000 давайте проверим достаточно ли это будет этого пока хватит мы его видим и прекрасно теперь давайте по нажатию левой кнопки мышь спавнить его именно там где нам надо а нам надо где нам надо на нашей винтовки в общем винтовка у нас находится в актере можно вот так вот да бум заходим сюда бум вообще просто вы можете выбрать мышь вот этот и все вот я в него перехожу захожу внутрь вот и теперь мне необходимо назначить ему сокет если у вас статическая этот статическое оружие без скелетном скелетал мэша я дальше покажу на примере дробовика он у меня тоже насколько я понимаю статичный да он у меня статично делается это так берется какая-то часть и вот здесь добавляется сокет вы ему пишите название и двигаете его также берем и тут я выбираю ну какую-то короче нам нужна рутовая кость по сути да винтовка будет двигаться влево-право рутовая кость отвечает именно за это я создаю здесь сокет и назову его мазал вот так мазал это мушка помните то что он вылетает в сторону x настраивайте так как вам необходимо учтите что пуля если она коснется ствола допустим в если проверить коллизию да вот если она коснется вот этой коллизии то выстрел не произойдет ну то есть он произойдет но где-то там телепортируется просто projectile неправильно просчитается вот и все поэтому учитывайте это естественно необходимо коллизию убирать у винтовки когда вы ее отачите это все впереди ну в общем мы создали с вами сокет мазал я наконец-таки нашел импут action fire где-то здесь вы можете просто до вызвать через правую кнопку мышкой левую кнопка мышки через правую кнопку мыши но она после так и является да и продолжить в общем-то наш сейчас нам необходимо проверять какое оружие у нас в руках в принципе у нас везде в каждом оружие сокет будет называться одинаково мазал что нам упрощает работу давайте наверное спавн актор сделан спон актор from класс когда мы будем нажимать актора мы сейчас выберем здесь наш буллет логично же да мы будем его спам не теперь нам необходимо указать откуда он будет спавнится для этого нам необходимо будет получить сделал промоутывали был напишу на гант мне-то по-другому реализовано но в качестве этого показать как она работает потом изменим не переживать будет все четко вот у меня есть переменная на гант я беру эту переменную вот так get и проверяю и свалит то есть она сейчас активно если она активна то допустим так заходим в этот нам нужно получить скелетал мэш для того чтобы из него уже получить сокет получаем из него скелетал мэш здесь пишем get потому что надо получить вниз идем вот get скелетал мэш это у нас мосин наган то есть я вот для этого необходимо переименовывать по-нормальному вот это все для того чтобы потом вас не сводил это все с ума вот и теперь поскольку мы в нем записали сокеты создали мазал да я control так сделать c то можем теперь получить get socket location get вот то место где находится сокет в пространстве оттуда мазал спавнить спавн трансформ подразумевает что в нем есть поворот масштабирование им и вектор направлении поворот и масштабирование а тут только вектор направлении поэтому мы делаем сплит подаем в направлении это то где он должен спавниться что значит и свалит и свалит это значит переменная активно то есть сейчас в нее что-то поступило далее да мы спавним но в какую сторону нам необходимо взять сейчас и в какую сторону его запускать я опять беру mossy нагант и get forward вектор что такое get forward вектор форвард это x я вам рассказывал да то есть мы берем оси нагант и смотрим forward вектор в ту сторону в ту сторону запускать его и будем вот в идеале сейчас уже все должно работать потом покажу как делать эту переменную not valid я беру 3 на ган и и муж охереть сносить просто давайте давайте все за склад это заполняющийся склад друзья вот так вот ну разве это не весело черт подели разработка игры это прекрасно да не всегда к ты не знаешь что делать по башке сам себя бьешь вот так ты дурак 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 ты не понимаешь ничего вот на самом деле не так ты умный умный молодец молодец сам себя вот так губами в затылок поцеловал вы должны быть как не а вот я говорил почему мистер андерсон почему в общем надо мутить надо как не у тебя бьют и ты встаешь тебе бьют и постоянно и делаешь делаешь держит этого момента пока не сделаешь и ищешь конечно спрашиваешь не стесняйтесь спрашивать у меня у других ютуберов очень пишите в группу вопросы как люди пишут им дают ответы иногда дают ответы мои подписчики это очень приятно он там найдете в описании есть значит нас давайте поработаем с масштабом теперь пули хотя ты мне кажется и так хорошо но ладно здесь можно скейл сделать я сделаю 0,1 и давайте сделаем так как будто это настоящая пуля она какая красная прекрасная в общем я беру материал это к юб делаю дубликат чтобы ну пускай будет зачем не дубликат сделаю свой ладно вот здесь назначить есть эта штука этот свет насколько я понял да я вы делаю красным ну короче вот таким и теперь тут есть раф нас раф нас мне не нужен мне нужен эмиссив колор эмиссив это подсветкой я беру этот же цвет и его умножаю мультиплай я вам рассказывал что здесь гриба имеет свои номерные знаки но вы знаете те кто использует photoshop те что что у rg и b численные знаки разнообразные дают разный цвет колористикой как называется есть такой круг в общем тут абсолютно такое же мы на каждое значение то есть мы будем умножать на 0 на 714 а на 0 700 чит 0 запятая 714 на 0 и 0 вот мы будем умножать я зажимаю кнопочку 1 и левую кнопку мышки у нас блин я забыл как он называется конс как он constraint констант это один вектор 2 вектор и 3 вектор переводим но даже ничего не надо переводить просто я здесь ставлю 5 и он все эти числа умножить на 5 что у нас получится давайте посмотрим здесь получится ничего но если мы добавим в эмиссиев то у нас получится яркий цвет добавим умножим на десятку и у нас он яркий теперь но вот вам лампочка ребята этого захотели сделать лампочку сделать лампочку красную зеленую синюю добавили там короче по кайфу делаете ну да сделали мы с вами вот этот кью материал мы заходим в bullet и заменяем его теперь когда мы будем стрелять бум офигеть это трассер ребята трассер давайте еще сделаем меньше почему 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 вот то что он здесь 111 в нашем-то случае он 0,1 везде 0,1 вот теперь он будет вылетать как нужно бах вот пули летят видели горошки такие красные это жутко смотрю на меня нападает он к не нападай на меня и разберись с ним до копойдем они чё друг друга не это что ли о попал все 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 тут наверное сделаем так то есть если мы переключаемся на другое оружие допустим на пистол давайте наверное послышь лайт уберем ну пускай будет пока переключаемся на пистол то у нас по сути это оружие еще находится здесь weapon info это пока убирают а пока нам не нужно вот это с этой визибилити наверно тоже не нужно давайте я быстро создам актера как и в прошлый раз как я вам показывал а может не показывал да вот такого в общем вот он мой пистолет я создаю правой кнопкой мышки blueprint класс актер и пишу пистол ладно бипи пистол вот захожу в него и хватая вот так забросил то есть оружие должно смотреть по моему в сторону x то что оно кривое но это извините это я так заанимировал или она так было я уже не помню помню так заанимировал это было до того как я познал комедию в общем вот эта точка должна быть ровно там где возьмет наш персонаж вы это уже поняли есть такой актер возвращаемся в персонаж я удаляю вот это вот все то что связано с пистолетом она нам больше не надо б на этот пистолет и тоже отсюда револьвер удаляю и теперь когда мы выбираем револьвер мы берем то же самое control c control v добавляем сюда но только местом оси на гант у нас идет я стал бипи пианино пистол теперь эта штука не активна для нее надо новую сокет добавить называться он будет так все вот эти анимации я пока удаляю к этому мы вернемся с вами вот как раз сейчас подойдем и сделаем пистолет сделаем витовку тут же я добавлю этот и начнем уже делать ну то есть я покажу вам что и тут все работает я делаю вот так да и теперь вот это тоже не надо вообще вот это тоже не надо вот это все пускай не переключает получается когда мы нажимаем на цифру один у нас выбирается пистолет записываться в переменную а тут у нас идет проверка на левую кнопку мышечка у нас в руке на гант валидный если да то включаем пули из нога на вылетать если не валидный то можно проверить еще раз из валидный из валидный пистолет если он все-таки валид то нам ничего не остается как сделать то же самое опять же берем пистолет наш в нем добавляем сокет какой же он убогий как я добавил него сокет мазал и теперь он будет автоматически срабатывать именно на тот же мазал хайна зал то есть берем все то же самое control c только тут берется тоже пистол вот get pistol подключается точно так же сюда 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 и сюда давайте теперь сделаем следующее да и теперь смотрите когда я нажимаю на цифру один у меня допустим спавнится пистолет потом я нажимаю на цифру 3 пистолет у меня остается в руках это неправильно он не должен мне оставаться в руках поэтому перед тем как со спавнить новое оружие нужно из рук убрать убрать старое и здесь необходимо указать что нам нужно отдачить берем на гант так ребята я здесь переделал несколько по-другому объясню вам с чем-то связано тут значит у меня понятное дело актер оттачится здесь я почему-то посоветовал поставить detach зачем но он detachится ладно и останется в мире нам ведь это не нужно нам нужно чтобы он был уничтожен поэтому допустим когда мы нажимаем на цифру 1 он проверяет валидный ли наш объект что значит валидный записалась ли туда ссылка с нашего актера если он валидный он его уничтожает и до кучи еще я устанавливал сюда переменную set с пустым вводом что опустошает эту переменную если у нас не валидная то он уходит сюда а заметьте здесь я продолжаю значит не сразу закидываю в спаван актер а продолжаю поток сюда для того чтобы проверить в любом случае валидный он или нет далее поступает точно так же да и либо если валидный он делает его невалидным и спавнит это у нас обрез а если он невалидный он спавнит его без каких-либо действий в общем я установил все таким же образом и здесь и здесь и здесь то есть у меня все абсолютно так же устроено но я нашел еще один баг это даже не баг это просто мой недосмотр в чем он заключается если мы сейчас выберем пистолет и нажму один хорошо 3 он убрал снова один а если еще раз нажму один он уже не убирает дело в том что он создал еще один объект в мире а ссылка допустим на пистолет вот она мы переключаем вообще здесь ссылка на пистолет она под 1 со спавненный пистолет когда мы нажимаем еще раз спавнится bp pistol 2 и в этой переменной уже находится другой актер который называется bp pistol 2 тогда нам тут либо нужно добавлять еще один валид либо получать get all actors of of класс у этого пистолета и удалять все что у него новая понародилась ну тут я предлагаю делать так тоже еще раз и свалит если он уже валидный то ничего делать не надо делать только если он не валидный так же поступить и со всем остальным давайте проверим я нажимаю все нормально теперь у нас все работает я жму один вот сейчас кривой его нужно настроить и пули не оттуда летят тоже настроим жмем 3 и пули летят откуда надо так сейчас настроим все пах 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 все это почему произошло потому что у нашего пестика x смотрит куда-то в задницу давайте я его переэкспортирую и все будет нормально то есть ну это фиаско брата я короче перезакинул наш пистолет теперь он стоит прекрасно ну наверное про анимации стоит забыть возможно возможно нет пистолет здесь rotation нужно вернуть location 0 z 0 rotation все по нулям должно быть вот так вот раз два все теперь он смотрит в сторону x в нем есть muzzle который слетел после импорта давайте его добавим как следует снова или по-моему мы его не настраивали поэтому он там так странно себя ведет да стреляет как надо но только он его держит не не непонятно но ничего страшного это нас не пугает ну что мы уже знаем как с этим поступать берем персонажа точнее берем пистолет вероятно он даже вот так должен быть давайте настроим его как надо по по старой так сказать традиции теперь все стало куда приятней но не совсем не кажется ли он как-то а это у нас из-за им офсета так вот так должно быть вот все вот это у нас скручивание руки происходит из-за им офсета за того что мы сделали его самолично подкручивая только кость спайн и у него скручивает просто само тело видите рука значит она идет как полумесяц вот но это потом мы исправим так это есть подключаем снова так давайте теперь сделаем дробовик давайте его соберем посоветую все блупринты ваши собирать в одном месте они так как я в папке с ассетами blueprint классектор я его назову по-русски обрез будет обрезать всех он обрезатель закидаю сюда сборе уже он вот так бывает и не так в общем и он видишь так сделал чтобы потом чик понял чтобы анимировать было легко вот так давайте он вот так будет ходить обрез самостоял то есть из него стреляешь он тебя убивает ну вы поняли чего здесь уже немножко посложнее будет потому что у нас здесь две но вы помните наш символизм создаем сокет вы помните я показывала пишу мазу поворачиваю таким образом чтобы x был вперед и настраиваю под какой-то конкретный какой-то как же это называется какой-то конкретный канал ствола да то есть он будет ближе шкать вот отсюда тип жишк создаю еще один и он будет называться ой 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 мазал 2 мы его создали и сейчас будем настраивать опа опа на вот такие дела вот мы смотрим у него как в бинокль это как будто знаете бычий нос это вот здесь у него рот это насадка типа нос в общем вот так есть мышь необходимо будет именно этот получать поэтому в обрезе мы здесь это будет у нас один это будет у нас два стреляла и держала я хотел так написать но потом не лень просто стало все давайте мы сделаем attaching рука чингом вот сейчас я перемещу вот эту штуку мы с вами во первых структуру добавим еще один тип вооружения как я сказал да круто местом наверное флешлайт у нас но мы можем добавить еще давайте лучше также добавим еще один так будет лучше до пишем щетка я теперь когда мы жмем циферку 4 мы получаем специальную variable переменную записываем ее в шотган и теперь она пойдет по шутгану здесь абсолютно то же самое control c control в так да извините что так немножко грязно сумбурно я потом приберусь вне видео что хочется быстренько это я вижу уже так сказать накал что показываю не то что хотят хотят стрельбу а вот эти анимации вот это все не хотят хотят чтобы уже стреляла убивала и так есть такое дело только здесь теперь нам нужно добавить естественно шотган я проскочу его ой он у нас называется обрез вот я проскочу его сначала к руке и здесь тоже перемену создаем и еще видите я я пытаюсь ездить но мне не получается объясню в чем дело смотрите сейчас его спавню то есть что я делаю я так то он у меня обратите внимание туда-сюда ходит ну как только я его спавню он не идет почему так происходит так происходит из-за того что у этой в этого оружия огромная коллизия и она входит в мою что вызывает в общем-то ошибки как с этим бороться если мы его приотачили то мы можем взять эту переменную вот здесь get set set collision enabled и один и два потому что у нас два объекта к сожалению по моему мы не можем при попри подключить сразу оба нет можем в общем мы мы делаем нет коллизии вот и все нам на коллизии не нужна ну-ка давайте проверять жму 4 и могу ходить куда хочу но беда в том что у нас нет теперь анимации для этой фигни будем вот так ходить исправим эту оплошность переходим в анимационный blueprint заходим в него и переходим к нашим анимациям блокомоушен тут у нас вот такая штука да и у нас в общем появляется новая позиция шатган я ничего лучше не нахожу я просто беру flash light я беру пистолет и подаю и суда и здесь то есть это если мы двигаемся дома мы две анимации блендели если мы двигаемся и пистол волк сюда то есть если мы двигаемся и стоим теперь у нас есть базовая анимация это раз далее идем сюда то есть у нас тут прицеливание добавляю еще одну позу дробовик и она у нас будет выполняться как пистолет но мне объективно нет анимации сейчас я их не могу так сказать сделать пистол а им айду здесь тоже самое сохраняю бега у нас бег по моему у нас реализован или не реализован только с это прыжок бег у нас реализован а делаю еще и бег здесь все это мы делали в прошлых видео я обычно по моему в описании оставляю ссылку на весь плейлист и так давайте проверим что получается сохранюсь во да прицелился но пока ничего не стреляет и я еще не отключил вот эту штуку точнее не включил 19 прицеливание вот она готовка бам 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 опять не возвращается подозрительно но это понятно это вот связано связано с этим в общем у нас появилась третья анимация и он ее считает как одну обособленную видимо с этим связано из еду контроль c контрол в добавляю только теперь снова придется делать тайм ремейнинг и видите у меня два пистолета даже три какой из них я затрудняюсь ответить можно проверить вот этот да это был он так и снова она не срабатывает потому что вот здесь такая же ситуация добавляем плюс тайм ремейнинг в общем вы просто переделать и две анимации точнее переименуйте их таким образом чтобы вы могли различать в чем дело ведь в моем случае здесь вот такая вот получается штука теперь все работает ну чтож с этим мы закончили теперь подходим к самому вкусному к стрельбе и дробовыми патронами у меня уже здесь есть логика но я ее все равно вам продемонстрирую с нуля так сказать где-то тут у нас была стрельба где она чему я ее вот он in protection файя я в общем вот так сделаю просто c нажму и здесь напишу shot event шут что потом видно было то есть когда ты уходишь вот так тебе сразу видно это очень полезно в общем мы тут проверяем если это наган из такого-то сокета если это пистолет из такого-то сокета таким образом стрелять но дробовой патрон он так стреляет дробью извините за выражение они одним выстрелом здесь что я сделаю я во-первых давайте немножечко я приберусь в общем если это оказывается что это и не пистолет вовсе мы снова берем спавн буллет вот здесь но как бы не так вытаскиваем такое инструмент который называется ду н ду намба найти его можно если написать дон дунамба сделать определенное количество раз сколько у нас будет дробовых патрон давайте в это будет рандомное число я здесь пишу допустим я создая специально создам переменную integer я вам потом расскажу почему будет каунт это количество пуль и замутим интеджер переменную я ее устанавливаю в качестве сет вот таким образом я хочу получать рандомное количество патронов то есть он у меня будет спавнить то есть здесь будет проходить ровно столько раз то есть спавнится пуля сколько я захочу здесь указывается сколько я захочу я захочу допустим 6 7 12 неважно для этого я хочу сделать рандомные подбор значения я выписывайтесь рандом интеджер in range в диапазоне рандом от например минимальная 6 максимальная 10 то есть он будет всегда записывать здесь от 6 до 10 пуль подаю сюда это важно а потом я беру get и закидываю сюда я чуть позже объясню почему я именно так сделал проблем будут просто в дальнейшем тут же не все правильно мы с мы поняли что оно должно идти отсюда тогда поэтому я подключаю сюда она будет там 5 там несколько раз и у нас получается снова стало может множество пуль будет вылетать нам нужно теперь как эта функция которая будет проверять сколько раз уже у нас прошло прошел круг по моему она называется компа компа и компа и интеджер компа сравнение в общем когда у нас проходит цикл до суда доходит здесь записывается число то есть здесь представьте себе что здесь 6 нам сказано 6 раз прийти каждый возврат фиксируется как единица здесь количество передается суда и это количество сравнивается с числом которым мы установим 6 то есть он проходит один раз допустим тогда 6 и тут 6 он проходит один раз и такой сумму смотрит чик зарегистрирована единица один раз а и а скажите а один он у нас меньше 6 или больше 6 меньше значит сделать повторный круг он возвращается суда потом бум здесь фиксируется цифра 2 пошел во второй раз бах а 2 меньше 6 меньше и так 3 4 5 6 в чем прикол с переменные рандомные он вот и подключил здесь она даст 6 нам ведь нужно сравнивать правильно здесь он допустим дал мне 6 рандоме а здесь он не даст 7 и будет сравнивать то есть он хочет держать 6 раз он сделал 6 ему нужно 7 она не сработало поэтому сначала подаем в переменную потом из перемен из переменной используем в нашем количестве в нашем количестве повторений до сюда зашло 6 теперь здесь 6 и здесь 6 статично и они будут сразу сравниваться каждый раз поэтому делаем вот так бум это мы поняли хорошо мы поняли с количеством выбрасываем их выбрасываем их патронов нам же теперь нужно два сокета сделать и вот тут я сейчас буду придумывать то есть спаван transform location у нас допустим есть мы берем обрез get у него тут была часть которая стреляла она называется один вот единицу мы и будем брать мы берем и get 1 сам внизу бывает и get socket location get get socket location сделаю сразу две у нас была мазал мазал и мазал 2 по моему да да мазал и мазал 2 давайте сначала со спавнем с ну со спавнем с одного так сказать с мазала с первого теперь нам необходимо получить спаван transform rotation это что что это означает то в какую сторону он будет лететь нам необходимо чтобы в первый раз он пустил допустим пулю прямо в следующий раз так 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 и вот он шесть раз выстрел на 6 дробинок в рандомно вот так разлет должен быть для этого я возьму вот так наверно get access для чего помните ну наверняка многие из вас знают как сделать interaction через line trace by channel для того чтобы узнать допустим конечную точку допустим в которой будет бить луч да здесь если мы имеем грубо говоря здесь начальную точку нам необходимо получить конечную точку как мы это сделаем мы возьмем текущую позицию умножим ее на расстояние до цели получившийся результат приплюсуем к уже имеющимся до на данный момент таким образом мы получаем конечную точку вот значит здесь мы будем поступать таким же образом за исключением одного мы не будем трогать направление направление всегда будет вперед это ось x не смотрите что в данном случае окси ось x направлена вперед forward вектор вот направлен туда у меня просто анимация неправильно самом деле она должна быть вот так так вот разброс нам необходимо осуществить по двум осям это ось z который поворачивается мы ей должны установить диапазон опираясь на forward вектор и y ну он же pitch то есть то есть пользуясь этими двумя осями мы должны настроить рандом для наших выпускаемых projectile давайте приступим как я и сказал мы не будем трогать x будем трогать y здесь есть такая штука ну вот мы использовали ее random integer in range давайте рандом прошу прощения рандом флот in range в диапазоне то есть здесь минимальный диапазон я ставлю минус ноль целых один а а в позитивном ноль целых один делаем плюс точнее не плюс а интер теперь вытаскиваем нужную нам ось и умножаем также следует поступить из вот копируем только не думайте не вздумайте подключать вот так потому что у вас одинаковые значения будут подаваться и сюда и сюда и ну короче говоря рандомом тут пахнуть и не будет поэтому control c control v подключаем зи далее как я и говорил да нам необходимо получившиеся значения приплюсовать к уже имеющимся ну и здесь мы сделаем точно так же берем плюс нам нужен плюс вектор и еще один плюс вектор с ротейшином готово можете подключить его напрямую вот так давайте проверим его видите второго выстрела не произошло потому что у нас нет сбрасывателя вы можете напрямую перетащить reset а можете создать вот здесь custom event и еще скорее всего это произошло из-за того что у нас пули друг друга против горя касаются нам необходимо это будет решить ну а пока давайте добавим кастом event я его назвал reset dunamba и соответственно здесь я его вытащу то есть если это равно или больше то есть он будет перелетать сюда и сбрасывать хотя у нас постоянно обновляющиеся наверно разницы нет добавлю здесь наверно чуть больше дробинок сделаю от 10 до 15 теперь можете добавить сюда дилей но я пока вы добавлять сюда не буду давайте знаете немножечко вот так вот сделаем еще я хочу чтобы наши пули туда мы стреляем они исчезали о круто вообще прям бах чтобы они исчезали для этого я перехожу в нашу пулю беру вот сам mesh во первых давайте мы немножечко сделаем масштаб поменьше я его сделаю по иксу доставлю 0,1 а по игреку 0,5 и тут наверное соответственно тоже пойдет ну в общем мне нравится как это выглядит еще сделаем переключение между стволами я вам тоже это обещал давайте сначала с этим разберемся для того чтобы появилась возможность уничтожать наши projectile то есть mesh при соприкосновении с чем-либо вам во первых необходимо вот здесь включить simulation generates hit event что позволит нам использовать я не знаю зачем это сделано почему зачем вы добавляете кнопку и еще вот overlap тоже она по умолчанию должна работать то есть человек которому не надо он вот так сюда не нажмет ну ладно здесь сделаем destroy actor вот и при попадании в что-либо вот сейчас они попадают в друг друга поэтому они исчезают ну так когда видите он попадает в стену он исчезает они сейчас попадают в друг друга давайте эту проблему тоже решим приходим в projectile здесь вам необходимо выбрать коллизию я выбрал custom далее в object type я сделал projectile он у нас по сути является projectile и отключил вот здесь кнопку вместо блок я сделал projectile ignore то есть теперь они друг друга касаться не будут тогда они даже будут пролетать сквозь друг друга ничего хе-хе-хе-хе молодец знаете что мне кажется вот я здесь сделал physics body когда я переключаю на projectile и если я выстреливаю в конце я вижу что у меня очень много projectile давайте просто добавим вот здесь не 0,001 а 0,01 и посмотрим так то оно все работает бах вот то что надо можете даже больше сделать немножко 0,2 пускай будет да вот так чтоб было это есть давайте теперь настроим выстрелы с разных стволов для этого я перемещу вот это сюда потому что писать я здесь буду что я собираюсь сделать я просто собираюсь получить несколько переменных точнее создать вот я делаю так promote variable set точнее тут хватит 1 1 сделаем так socket location назовем socket вот так вот socket lock да и подключим ну во первых здесь да я вам забыл сказать есть еще одна ошибка в общем когда вы нажимаете просто левую кнопку мышки у вас появляются ошибки это связано с тем что он проверил наган у него не в руках пистолет не в руках и здесь нет проверки на то в руках у него обрезали нет и логика доходит до сюда до сюда и он пытается обратиться к переменной в которой еще пусто поэтому здесь также вам необходимо будет сделать is valid вот если если и проверяешь если валидно и вы проверяете если у вас валидно то мы идем далее если нет но извините ничего не поделаешь оттащил таким образом здесь я сделаю наш любимый flip flop опять же сейчас логика такая простенькая вот но зато вы базу поймете да и то же самое переменную я ставлю ниже вот так и подключаю просто другой сокет локейшн ротейшн мы трогать не будем да да и не забывайте в общем подключать сюда сокет локейшн иначе он будет те же самые значения брать обрабатывать сокет ротейшн у нас и так направлен туда куда надо просто выплевываться пуля будет из разных стволов да можем сделать теперь вот так и бах 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 с того с этого с того с этого на самом деле и с того и с этого вы можете заметить теперь до кучи еще вам бонус почему бы и нет я оттаскиваю вот эту штуку назад давайте сделаем спавн project а как же называется партикл спавн партикл от локейшн нам нужен вот так спавн партикл эмиттер от локейшн для того чтобы получить правильное расположение вы можете просто нормал сюда подключить что такое нормал нормал это по сути вот мы если попадем пулей сюда это пуля проверяет плоскость да то есть она такая плоскость вот так значит партикл нужно нарисовать вот так а не вот тогда то есть если он был он может мог бы его вот так нарисовать да он его нарисует именно вот так и декаль также он нарисует значит здесь мы подключаем нормал прошу прощения нормал мы кратейшн подключаем потому что да я уже просто спать хочу я поздно уже что касательно локейшн а разбиваем на break hit result прекрасная вещь break hit result проверяет попал он или не попал через ну оверлепнулся или нет дистанцию то место где он находится до локейшн на нормал права проверяет физический материал где там звук там партикал можно разные привязать можно может даже до этого тоже дойдем прикол прикольно в какого персонажа попал как у актера в какой в мэш попал в какую ногу попал ты же все можно сделать дамаг там по ногам там по по этому всему вот мы проверили и еще до кучи давайте дикал сделаем спавн дикал это локейшн абсолютно теми же самим будем пользоваться инструментами там значениями вот дикаль я выбираю как же он назывался будет импакт он назывался да это у нас партикал будет импакт я покажу как он выглядит не то не то не то не то там должен быть такой сплэш типа projectile 3 да вот он trail projectile trail он по-моему встроенный у меня здесь было вот этой вот это отключено я включил у меня все работает projectile trail бам и теперь дик дикал а вот дикал у нас назывался по моему как раз таки и импакт импакт что значит попадание м и импакт дикал вот бум тоже смотришь и такое а вот что да и тут не перепутать бы теперь с ну в общем для этой дикали разрешение нужно 10 10 10 и жизнь его допустим 5 и 10 секунд не разрешение а габариты размер давайте проверим вам этот слишком большой на мой взгляд дикал нет вы поняли да они начинают исчезать вот как то не так выглядит с этим разберемся позже но вот такая фигня если выберем пистолет выберем один он будет тоже самое делать у меня еще как я и сказал не настроена смена оружия еще поправить нужно этот дробовик я нему еще анимации сделал там до куч и еще одно давайте звук замутим при входе суда если это валидно то если это валидно и соответственно у нас было нажати на левую кнопку мышки то давайте здесь замутим play sound at location at location можем просто взять location вот этот вот блин он просчитывается после конечно ну давайте тогда после сделаем сделаем вот так и подключим одно к другому а теперь сюда для для того чтобы звук точно спавнился ну вообще неважно но я так сделал ладно давайте попробуем какой-нибудь звук найти нету другой вот давайте встроенный черт с ним вот так раз четыре и еще последний добавляем огонь что я делаю я нахожу нашу волыну вот захожу в обрез и теперь добавляю здесь что particle particle system его он приоттачен у нас иксом направляю куда надо вот так дрочь конечно несу светлый с этим дробовиком с его положением такое быть не должно то есть сначала она стреляет левый правильно да а потом я его назову left пишем здесь fire и fire system ой-ой-ой-ой-ой не то но шут есть такое нету должен же быть давайте поищем вот ассал драйфл пускай будет да так это винтовка это не пойдет тоже не пойдет вот пистол зато мне есть пистол закидываю а чё он это же пистол не ну выглядит вообще сакс просто давайте делаем дубликат is right и его в сторону бум понятно это будет просто улёт в общем мне этого все равно быть достаточно я делаю так visible отключая здесь visible и отключая здесь visible перехожу в персонажа поскольку я выбрал поскольку я по нажатию активировал переменную я теперь могу из нее что-то вытащить да и теперь если у нас выстрел был из этого socket location это у нас мазал по сути один я беру get get left получается да у нас жилет назывался наш партикл сам внизу get left делаю так visible set visible и включая visible и также я делаю right если надо продублируем так это у нас левая это у нас правая здесь можно сделать вот так вот таким образом здесь левый тут правый вот нач когда он идет по левой стороне он включает нам видимость даже не видимость знаете как нужно сделать activate прошу прощения activate set active кажется activate должно быть вот activate прошу прощения здесь visible не нужно выключать так вот это у нас есть теперь надо сделать deactivate им вот автоактивает одному выключить и другому все а включать мы их будем самом персонажи поскольку мы тут выбирая активировали нашу переменную значит здесь у нас есть распределение мы можем соответственно если это левый сокет здесь значит включить партику если право здесь как-то сделать то же сам перемен уберем и это переменная у нас сам обрез ну и вытаскиваем во первых партика который называется left мы вы помните написали get left потом также get right внизу activate потому что мы там сделали диакте ну активует выключили а сейчас активует включаем просто activate и здесь соответственно тоже самое тут я хочу установить делай а может раздела и не надо или муж надо давайте сделаем делай на опускай на 0,5 и здесь тоже на 0,5 вот здесь можно сделать так здесь можно сделать так давайте вот чтоб было более понятно вот здесь вот вы поняли короче да просто здесь это идет дальше здесь наверно нужно сделать секвенцию то есть последовательность вот так раз вот здесь наверно тоже так здесь есть такая штука и секте вот и значит левый то есть он уходит сюда delay и тот же самый только deactivate бам здесь соответственно так раз раз-два и deactivate давайте посмотрим сейчас чё как выглядит сохраню с тоже мы берем дробовик и ум фигня 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 сделаем больше ставим на 0,2 мне все равно не нравится как это выглядит нормальных партиков нету и он какой-то плоский во первых давай сделаем activate все равно довольно огромный но его не видно интересно если так ну да так его видно не будет если на нем уже вот так смотрим он вот такой но дан камере поворачивается это плохо как-то видно вот так видно так нормальный был бы партикл и еще хочу на этом месте я также спавнить еще два партикла дубликейт дубликейт левт 1 и дубликейт левт в 2 вот этого трейл от выстрела который я его выбираю и также закидываю сюда левт и райт и они тоже по такой системе будут включаться да блин ну здесь конечно я и на мотиву в общем вы вытаскиваю еще раз left left 1 и еще раз райт 1 райт 1 и наверное вот так смогу сделать раз-два и здесь также подключаем это все через дату делается это про проще ну пока так ну ка вот бум 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 ненавижу всех зоны кто кто вы надымим тут давайте надымим как следует вот вам дробовик пойдет в общем поедет все из дырь дьявных дырь это ведьмин круг черт возьми это что такое заходишь как это большие на получи не смотреть вам не смотреть пропаганду в общем вот так ребята на этом видео урок заканчивается надеюсь вы достаточно побалуетесь с тем что я вам показал надеюсь вам также вкатило если вкатило ставьте лайк я буду видеть что действительно все четко а то я вижу что вы ждете от меня не совсем то что я выкладывал последнее время но опять же это нужно было сделать и теперь мы переступаем непосредственно к этому я закрыл те хвосты все вот стрельба дробовик все дела повторюсь если все вкатило ставьте лайк пишите комментарии как у вас работает не работает ну в принципе каждый комментарий каждый лайк так же помогает в продвижении моего видео если вам так хочется поможете на этом я с вами прощаюсь следующем видео мы с вами займемся подключением к каждому оружию своего типа боеприпасов до для того чтобы когда мы сменяем оружие у нас пистолет не стрелял винтовочными патронами то есть если винтовки там допустим магазине три патрона чтобы перед приключением у нас это все не переключалось на пистолет и мы не достреливали эти три патрона из пистолета вот займемся этим и надеюсь что по времени мы еще охватим перезарядку и анимирование который мы кстати сделаем ровно так же как мы сделали тут у нас если помните была анимация перезарядки вот она это одиночная анимация я ее запускаю сюда ровно столько раз сколько я подаю помните до количество и тут его сравнивая в общем вот так будет ну что ж ребят я прощаюсь с вами повторюсь лайки кто не подписан подписки и комментарии и встретимся следующих видео всем удачи и надеюсь что у вас все получится